Один миллион за один месяц. Донать на РЭП для поветряных сил ЗСУ. Посылание на банку в описании к каждому видео на нашем ютубе. Я даже предположить рискну, что через две недели, я считаю, наступление российской армии на Донбассе либо полностью прекратится, либо интенсивность его значительно уменьшится. Может быть, я, конечно, выдаю желаемое за действительное, посмотрим. Но, в конце концов, я не военный эксперт, могу ошибаться в подобных вопросах. Однако, я почему-то склоняюсь к такой мысли, что невозможно разорваться на две части. Поэтому будут отправлять войска в Курск. И, соответственно, на Донбассе наступление российское немножко подутихнет. Почему так произойдет? Я думаю, что через две недели примерно Владимир Путин убедится, что Курск это серьезно, что это уже не какой-то отвлекающий удар, и что украинские войска действительно направляются к областному центру и могут взять его в осаду. Допустить паники массового бегства людей из полумиллиона довольно большого российского города Путин, скорее всего, не сможет. Поэтому российские резервы туда и будут направлены. По крайней мере, я себе это так представляю. Может быть, конечно, в голову Путину залезть довольно сложно и понять, что он там решает себе через две недели. Но мне кажется, что дело будет именно так. Вот продержаться эти две недели на Донбассе будет, конечно, очень тяжело. Но в том числе и для этого мы помогаем с вами вооруженным силам Украины. Сейчас собираем деньги на дроны-бомбардировщики для бригады 47-й под названием «Магуры». Если у вас есть возможность, внизу в описании к роликам на YouTube есть реквизиты, куда можно скинуть деньги на эти дроны. Ну и еще один момент, который, мне кажется, важным. Из-за украинского удара на севере в Курской области и резко возникшего дефицита людей Владимиру Путину с очень большой вероятностью придется проводить мобилизацию в России раньше, чем он планировал. По некоторым данным, мобилизацию планировалось проводить. То, что я слышал еще где-то месяца два назад, хотели проводить мобилизацию весной. Потом, где-то неделю назад, Блумберг написал, что мобилизацию планируют проводить в декабре-январе текущего года. А сейчас, мне кажется, мобилизация все-таки будет перенесена на осень. И как раз из-за того, что людей очень мало. Все идет по Ходоковскому, да, в данном случае. То есть два больших направления сражений вооруженные силы России просто не вытаскивают, не могут они вытянуть. Ну и еще один фактор, указывающий на то, что Россия готовится к чему-то неприятному, это вот это усиление цензуры. Причем бить начинают по своим. Я уже рассказывал про Ходоковского, который очень долго писал всякие свои тексты. Даже в самые тяжелые для российской армии времена Ходоковскому разрешали писать всякие критические замечания, тексты. Но вот сейчас, когда он сказал, что мы не вытягиваем два направления, его заткнули сразу же. Гиркин сидит в тюрьме, это понятно, его уже давно, так сказать, приглушили. Но, видимо, сейчас в российском руководстве решили, что бить по каким-то отдельным людям это непрактично, недостаточно, и этого маловато будет. Поэтому нужно системное решение вот этих вот Z-военкоров, которые много себе позволяют. Недавно совсем есть такой очень популярный в России телеграм-канал военный, называется «Два майора». Тоже ватный абсолютно, но такой критикует власть. Вот эти два майора написали, что началось украинское наступление в Белгородской области, которого на самом деле не было. И Москва на ушах стояла целые сутки, все искали, что же там происходит в Белгородской области. И в Генштаб звонили с Кремля, что у вас происходит, какого черта вообще, почему вы не следите за своей областью и так далее. Потом выяснилось, что это все фигня, что два майора ошиблись, что их источник принял там какие-то две гаубицы за начало украинского вторжения. И этим в администрации президента России решили воспользоваться. И быстренько состряпали закон о том, что блогеры, у которых больше 10 тысяч подписчиков, не имеют права цитировать свои источники, какие-то не названы, а могут распространять только информацию официальную, проверенную и выпущенную Министерством обороны России. То есть, по сути дела, у них, у блогеров этих сейчас собираются отобрать субъектность. То, чем они больше всего дрожат. Почему? Потому что, я уже, опять же, говорил, эти блогеры были никем, звали их никак, а на фоне войны они выбились в люди, стали российской элитой и так далее, и так далее. И они, конечно, не хотят терять этот статус, они хотят продолжать оставаться в статусе элиты и далее. Но сейчас Кремль решил, что все, хватит, погуляли и хватит. Теперь вот эти правдорубы им нафиг не нужны. Но и это еще не все. То есть, вот то, что начинают брать за горло этих зэдблогеров, военкоров, это, конечно, удивительное дело, но это еще не конец истории. Закрыли считавшийся для просмотров в России, считавшийся неприкосновенным, Ютуб тоже. Почему? Потому что основная масса россиян смотрела Ютуб для развлечения и как бы считала, что Ютуб оказывает очень хорошее психотерапевтическое влияние на российское население. Оно посмотрит Ютуб и как бы типа бунтовать не хочет. Но сейчас выясняется, что это как бы психотерапевтический эффект вроде как оказался сильно преувеличенным, и Ютуб надо прикрутить. Почему? Потому что там тоже говорят всякие антипутинские вещи. Ютуб прикрутили, сигнал и мессенджер тоже прикрутили. А вчера вот случилось абсолютно невероятное, своим глазам не мог поверить. В России начали проводить учения по блокировке Телеграма. А Телеграм, чтобы вы понимали, уже давно в России стал не только главным общенациональным мессенджером наряду с WhatsApp, но и главным источником новостей в Российской Федерации. То есть все читают Телеграм-каналы, Телеграм-каналы для российского обывателя. Это гораздо более важная история, чем даже телевизор в последнее время стал. Вот новость, смотрите, какая интересная. Павел Дуров, который глава Телеграма, создатель Телеграма, специально из Дубая, где он проживает, прилетел в Баку. Он хотел очень встретиться с Путиным и обсудить вот эти все вопросы к Телеграму, которые возникли у Путина, но Путин не захотел. Смотрите, новость читаю. Президент России Владимир Путин и основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров оказались в Баку одновременно. По информации канала БАЗа, Путину якобы предлагали устроить встречу с Дуровым, однако он отказался по неизвестным причинам. Российская делегация уже покинула Азербайджан, где провела два дня, а Павел Дуров остался в Азербайджане. И вчера стало известно, что российские власти тестировали блокировку Телеграма. В России были зафиксированы масштабные сбои в работе мессенджера, проблемы возникали только на телефоне, но с VPN Телеграм работал. Понимаете, для отключения Телеграма это означает отключение всех вот этих супер раздувшихся до невероятных размеров военных блогеров. То есть без Телеграма они превратятся в ничто, в пыль. То есть значительная часть российского общества, провоенная часть, пропутинская часть лишится своей, так сказать, главного источника информации. Почему так делается? Почему? Вроде бы они же как бы за Путина, вроде бы они же за войну. На мой взгляд, дело идет к тому, что в недалеком будущем, осенью, соответственно, в России должна случиться какая-то супернеприятная для российского населения и для провоенной части даже этого населения история. И власти российские хотят заблаговременно заткнуть всех потенциально недовольных, что в Ютубе сидящих, что в Сигнале сидящих, что в... Ну, Фейсбук, там, Твиттер уже давно заблокировали, что вот уже теперь и в Телеграме сидящих, чтобы они, так сказать, эти потенциально недовольные не раскачивали лодку, когда придет время вводить эти непопулярные жесткие миры. Что это... Знаете, почему я как бы думаю, что так оно и будет? Я помню, было похоже уже в России, в 2014 году в России перед аннексией Крыма закрыли целую кучу независимых СМИ. Я сам тогда работал в Ленте.ру, и Ленте.ру как раз закрыли перед аннексией Крыма. То есть мы все поняли, что что-то на двери, что-то приближается, и бабах, почти сразу случилась эта аннексия. То есть сейчас вполне возможно, я даже думаю, почти наверняка, сейчас российские власти планируют тоже какую-то поганку, причем настолько поганистую поганку, что даже провоенные Z-блогеры могут возмутиться тем, что планируют совершить Путин. Я думаю, что это может быть мобилизация, но из-за того, что и много ватных СМИ попало под каток, может быть тоже другой вариант. Это то, что Россия попытается заключить с Украиной какое-то соглашение о перемирии, против чего, конечно, ватники будут очень сильно против. И на самом деле это не совсем безумная мысль. Почему? Потому что буквально пару дней назад газета «Вашингтон-Пост» написала, что в Катаре шли переговоры о том, чтобы Украина и Россия перестали наносить взаимные удары по энергетической инфраструктуре друг друга, и что эти переговоры были прерваны вторжением украинским в Курск. Российская Федерация информацию «Вашингтон-Пост» опровергла, но Мария Захарова и всем наши известные пресс-алкаши российского МИДа веры мало. То есть она, конечно, врет постоянно. Поэтому я, честно говоря, думаю, что Владимир Путин действительно хочет обезопасить свою инфраструктуру перед зимой. Почему? Потому что в России, знаете, холодно. В России намного холоднее, чем в Украине. И без тепла и электричества зимой там настанет полный коллапс. Мы видели, кстати, это зимой. Там буквально одна котельная какая-то не работала. Там просто ад произошел в целом городе. Представьте себе, если не будет электричества и будет там проблемы на десятки котельных. Вот это будет вообще караул. Просто катастрофа для России. А Украина показывает, что может устроить что-то такое. Почему? Потому что уничтожены прямо сейчас, как он говорит, в Ростовской области нефтехранилище гигантское. Взорвано несколько нефтеперерабатывающих заводов. Вот это гигантское хранилище Росрезерва, оно же, кстати, значит, там много очень хранилось авиационного керосина для самолетов. Теперь эти самолеты в Ростовской области остались без керосина и не могут нормально летать. В том числе военные самолеты. Это довольно прикольно, на мой взгляд. Представьте себе ситуацию такую гипотетическую. Зимой с помощью дронов вооруженные силы Украины отключают Курскую атомную электростанцию. И одновременно ломают десяток подстанций и всяких теплоэлектроцентралей в Центральной России. Это приведет к замораживанию гигантского региона. Это будет реально просто коллапс Российской Федерации. Вот недавно остановился один, единственный энергоблок Ростовской атомной электростанции на юге. И там просто все рухло. Там люди начали на улицу выходить, требовать там чуть ли раз пять свое начальство. Из-за того, что там начались каскадные обрушения, отключения электричества. И вся эта Ростовская область плюс несколько соседних регионов оказались без света. В жару. Понимаете, в Курской атомной электростанции два энергоблока. Если два энергоблока, да еще посреди зимы, а посреди зимы потребление электричества даже выше, чем посреди лета, там будет вообще просто ад кромешный. Реально, это начнется что-то невероятное. Короче, благодаря дронам, благодаря входу в Курскую область, Украина получила возможность устроить в Российской Федерации зимой при необходимости настоящую катастрофу. И Владимир Путин, естественно, заинтересован, чтобы этого не случилось. Украина, в свою очередь, тоже, надо сказать, заинтересована в том, чтобы никто не бомбил ее, энергетические объекты и объекты инфраструктуры, потому что зимой без электричества и даже в относительно мягком украинском климате как бы не супер кайфово сидеть. Ну, поэтому, мне кажется, все-таки, как бы Украина заинтересована в том, чтобы не бомбили ее инфраструктуру, но в меньшей степени, потому что, как ни крути, в Украине теплее, у населения уже огромное количество генераторов на руках и у бизнесов тоже. То есть, плюс идут постоянные поставки электрооборудования с Запада, то есть, Украине легче выдержать вот это вот, отключение массированной электроэнергии, чем в России. Поэтому я, в принципе, не исключаю, что такие переговоры будут продолжены. Ну, и еще одна важная история. Если не будет перемирия в ближайшее время, то в ближайшее, скажем, осенью, то Путину придется объявлять мобилизацию. И эта мобилизация будет намного сложнее, чем в 22-м году, когда, помните, была частичная мобилизация. Потому что желающих повоевать и тех, кому пофиг идти или не идти воевать, уже выбрали, уже выбрали до дна, остались только нежелающие, активно нежелающие. Их надо будет ловить, устраивать облавы, выхватывать на улицах, бить, паковать. В общем, все это будет выглядеть очень нехорошо с политической точки зрения и повысит недоверие российского населения к Путину. Опять же, он этого не хочет. И он все-таки лидер военного времени. Да, он хочет, чтобы сплоченного общества было вокруг него. Конечно, общество не будет сплочаться в случае вот такой истории. Но еще хуже то, что для Путина, я имею в виду, то, что мобилизация будет означать конец российской экономики. Потому что мужики начнут массово убегать за границу, как это уже было. Кто-то не будет выходить из дома. Миллион или даже больше людей будет просто вычеркнуты из российской экономики. И это при том, что уже сейчас нехватка людей, острая нехватка людей, это главная ее проблема, и это признает даже российский центральный банк. Мобилизация обрушит производство, запустит инфляцию в космос. Просто улетит инфляция и приведет к дефициту вообще всего на свете. Там же в России будет военная экономика. Я думаю, в этих условиях там талоны, карточки, распределение и так далее, и так далее. Потому что никто России помогать за границей не будет, как Украине сейчас идет массированная помощь. В России же никто так помогать не будет. И поэтому, если там начнется гигантская инфляция, то да, карточки, талоны, это будет уже от них никуда не деться. И, кстати, российские вот эти Z-военкоры, они хотят что-нибудь такое вести уже сейчас. Полную мобилизацию, полный переход на государственную экономику. Но большинство населения все-таки о таком не мечтает. Они просто хотят жить, смотреть войну по телевизору и все. Им говорили, что где-то далеко, СВО, что это какая-то там спецоперация, быстренько вжух-жух и готово, что это никакая не война на выживание. И на войну на выживание они типа не договаривались с властью и, в общем, не очень хотят становиться ее участниками. Ну и плюс вы понимаете, что если будет мобилизация, там, не знаю, возьмут 500 тысяч человек, их надо вооружать, одевать, обувать, платить им кучу денег. И Россия даже нынешнюю армию свою с трудом вытягивает, ресурсов едва-едва хватает. И если провести мобилизацию, то может просто начаться какой-то коллапс. Просто система сломается, надорвется на каком-то этапе и покатится под откос. Я вот поэтому и говорю, что 2024 год Россия еще как-то вытянет. Тут я не буду с этим спорить, потому что многие говорят, что в России дофига ресурсов. Есть ресурсы, не будем спорить, действительно есть. Но в 2025 году нехватка этих ресурсов станет катастрофической. И вот на этом фоне, смотрите, что какие новости приходят, на мой взгляд, действительно важные. Может, с них даже стоило начать сегодняшний ролик. Российские бизнесмены пожаловались на возвращение платежей из Китая за уже поставленные товары. Об этом пишет газета «Ведомости». И продолжаю. Сразу два импортера сказали о возвращении платежа в юанях. Через три месяца после совершения перевода в крупные китайские банки за это время один товар был уже растаможен и получен. Еще один бизнесмен столкнулся с другой ситуацией. Средства вернулись через четыре месяца, хотя он был уверен, что эти средства перечислены его контрагенту. Ну и там один директор экспедитора заявил, что возвращение платежей из Китая приобретает массовый характер. Фактически это означает, что Китай, это я уже от себя говорю, это уже не новость, фактически это означает, что Китай под давлением Соединенных Штатов сворачивает прямую и открытую, скажем, в белую торговлю с Российской Федерацией. Все, любая торговля с Китаем в России теперь будет идти все в серую, в черную, не знаю как еще. Потому что банки китайские полностью отказываются от участия в любых сделках, от любых проводок денег, если там в этих сделках хоть как-то пофигурирует Российская Федерация. То есть торговля между Китаем и Россией будет очень сильно затруднена. Она, конечно, полностью не остановится, потому что будет работать через посредников, через Кыргызстан, через какие-то там другие страны Средней Азии. Но это все огромные дополнительные издержки, это нестабильность в поставках, это масса головной боли для импортеров, для экспортеров. То есть в результате импорт китайских товаров в Российской Федерации станет незаконным, по сути дела, и очень рискованным бизнесом из-за того, что такого российского импортера, его китайский контрагент в любом момент сможет кинуть, и россиянинам даже жаловаться некуда будет. Цены при этом на импорт китайский будут очень высокими, стиральный порошок будет по цене кокаина, и опять же это приведет к усилению инфляции, к ускорению усиления инфляции. И я уже, наверное, год талдычу, что режим Владимира Путина, с моей точки зрения, будет раздавлен не танками, а именно высокой инфляцией. И Китай сейчас эту инфляцию резко повышает своим отказом в белую торговать с Российской Федерацией. То есть это на самом деле очень большая беда для России, это прям катастрофа-катастрофа для внешней торговли. И плюс надо помнить, что Россия почти ничего сама не производит, все китайское, все. Без этого всего, закупаемого в срок и за относительно небольшие деньги, российская экономика начнет трещать просто, она не может сама существовать. И знаете, прикол в чем? То, что Китай не только отказывает России в импортных товарах, но он не дает заработать России сейчас нормально на экспорте. Еще одна новость. Российские нефтяные компании столкнулись с резким падением спроса на свою нефть со стороны главного покупателя, со стороны Китая. По итогам июля поставки нефти из России в Китайскую Народную Республику упали на 7 с лишним процентов год к году. А их суммарный объем стал самым низким, как минимум, с конца прошлого года. Сокращение китайского импорта началось еще в конце первого квартала, ускорилось после того, как в мае с визитом в Пекине побывал президент России Владимир Путин. Если в марте нефтяники продавали в Китай 2,5 миллиона баррелей в день, то к июню объемы опустились до 2 миллионов баррелей в сутки. А в июле составили 1,9 миллиона баррелей. Таким образом, за 4 месяца поставки нефти в Китай упали на 30%, с начала года упали на 22%. Ну и плюс, надо сказать, что российскую нефть китайцы заменяют нефтью из Ближнего Востока, в частности из Саудовской Аравии. То есть, понимаете, вообще у России два основных покупателя нефти сейчас. Это Индия и Китай. В Индию нефть продается, но Россия не может получить деньги за эту нефть. Получает рупии, которые невозможно из Индии вывезти. И с этими рупиями непонятно, что делать. Это с одной стороны. С другой стороны, китайцы сокращают свою покупку российской нефти. Тоже по той же причине. Не хотят связываться с российскими поставщиками из-за того, что это токсично для китайской банковской системы. То есть, мы видим, как российскому режиму сейчас обрезают очень важные для него, ключевые для него источники получения ресурсов. Денежных, в первую очередь, ресурсов. Таким образом, Россия, будучи отрезанная от этих ресурсов, на еще один год введения войны в том же режиме, как сейчас, ее не хватит. Я просто не... Чисто арифметически это уже становится невозможным. То есть, нельзя 2 плюс 2 растянуть на 8. Можно, наверное, как-нибудь наковырять одолжитель, что сделать 2 плюс 2 5, но 8 уже ты не сделаешь. А вот сейчас перед Путиным стоит задача сделать из 2 плюс 2 8. Ну и последнее, что я хотел сегодня сказать. Про съезд демпартии США, который начался в городе Чикаго, штат Иллинойс. Там, видимо, то есть, не видимо, уже практически точно, Камала Хэррис даст согласие на ее выдвижение в президенты. И я вам скажу так. Чем дальше я смотрю на Камалу Хэррис, на ее выступление, тем, как бы сказать, страшнее мне становится за то, победит она или нет. Мне кажется, она все-таки довольно слабый политик. И тяжело ей будет, если она все-таки согласится на дебаты с Дональдом Трампом, что, кстати, не факт. Потому что, чем дальше я слежу за ее выступлениями, тем менее подготовленная она, мне кажется, для этой роли, для роли президента. И даже просто для простого выступления на дебатах. И, боюсь, как бы она не поплыла и не сломалась ее кандидатура прямо во время дебатов. Посмотрим, конечно, но, с другой стороны, у меня очень большая надежда на ее вице-президента, вот этого Тима Вальца. Вот этот человек, наоборот, идеально годится на роль президента. Их бы местами поменять, было бы вообще все просто супер зашибись, было бы идеально. Но пока это невозможно. В любом случае, будем сейчас, конечно, наблюдать за этой ситуацией в США. И я, даже несмотря на то, что я сказал, все равно желаю победы, конечно, Камале Хэррис, потому что Дональд Трамп нам не нужен, он нам не подходит. На этой оптимистической ноте и сегодня с вами прощаюсь. Не забывайте про сборы для украинской армии. Координаты, как обычно, все внизу в описании к этому ролику. Да пребудет с вами сила и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.